И до Олимпийских игр, и после Олимпийских игр мы серьезным образом продвигаем Краснодарский край. Но для того, чтобы более эффективно продвигать, конечно, нужны серьезные финансовые средства, потому что вы знаете, сколько стоит секунды рекламы, например, на первых кнопках. Мы сейчас стали больше уходить в интернет, потому что по нашим исследованиям более 34% людей именно находят уже путевки, минуя всех туроператоров, турагентов самостоятельно и едут сами. Поэтому мы сейчас много рекламы разместили в сети интернет, у нас баннерная реклама в городах-миллионниках России. Но самое интересное, когда мы проводили исследования по городам, по большим, по крупным центрам, самый большой удельный вес приезжающих у нас с Сахалина. То есть на тысячу отдыхающих, на тысячу жителей Сахалина больше всего именно по сравнению с другими регионами едут в Краснодарский край. В прошлом году Краснодарский край принял 11,6 миллиона отдыхающих. Я привожу данные Росстата. На первое число у нас уже по Сочи почти 2 миллиона людей отдохнуло, и загрузка 86%, по Анапе больше миллиона, загрузка 92%, геленджик миллион, загрузка 78%, и Туапсе, Туапсинский рент чуть более 700 тысяч, загрузка 81%, то есть 4,5% где-то у нас уже отдохнуло, и люди продолжают пребывать. По налоговым поступлениям у нас есть рост порядка 20-25%, это достаточно резкий скачок. Он обусловлен в основном за счет новых объектов, которые в Эмеретинке и в Красной Поляне введены в эксплуатацию, и мы этому очень рады. И мы прогнозируем, что в этом году мы чуть-чуть молитвы читаем, перевалим планку за 12 миллионов отдыхающих, где-то 12-12,1 отдыхающих мы ожидаем. Из-за того, что в Сочи появилось новых 30 тысяч койко-мест, и цены серьезным образом упали и в Красной Поляне, и в Эмеретинке. Например, сейчас в разгар сезона в городе-отеле бархатные сезоны Омега, там в трех звездах на двоих с трехразовым питанием стоит 3 тысячи рублей в сутки. В четырех звездах рядом, допустим, гостиничный комплекс, у них пятница, суббота, воскресенье с завтраком на двоих 5500 рублей. Но это же нормальные цены. Причем уровень сервиса там управляют международные операторы. Поэтому, коллеги, в Эмеретинке и в Сочи цены серьезным образом скорректировались вниз, потому что сейчас каждый борется за клиента. Через 2-3 года клиентура наработается, там и загрузка будет повыше. Но в целом по Сочи загрузка нормальная. Сейчас, если и не только по Сочи, по Краснодарскому краю, по детскому отдыху у нас 100% загрузка. А что касается Сочи, вот у нас сейчас мы нарабатываем клиентуру в Эмеретинке. Поэтому приезжайте, вы будете приятно удивлены ценами.